За последние годы выросло число заболеваний, связанных с некачественным, а порой даже опасным питанием в школах. По всей стране идет масштабная проверка общепитов, не стало исключением и Дагестан. Вопросом заинтересовалось объединение потребителей России. На этот раз в составе рабочей группы была проведена проверка в одной из школьных столовых города. Тему продолжит моя коллега Азумруд Гамидова. В 39-й Махачкалинской школе незапланированные гости. Путь завтраков и обедов от пищеблока до столовой оценила комиссия в составе службы общественного контроля и Росельхознадзора Республики. Пристальное внимание не только к разнообразию меню, но и условиям хранения продуктов, к их срокам годности. Нарушения здесь удалось установить сразу. Именно хотелось бы заострить внимание, кроме реализации той же молочной продукции на территории школы или иной готовой продукции, особое внимание хотелось бы заострить на посторонних, так скажем, продуктах, которые не включены в меню столовой. То есть это дополнительная выпечка, дополнительные кондитерские изделия, соки, жвачки, конфетки. То есть все это мы видим и ни ценников, ни каких-то сопроводительных документов, ничего абсолютно не могут предоставить. Мы заострили внимание на одном продукте, то есть на молоке, потому что это молоко один из лидеров фальсификата. В ходе рейда комиссия проверяла пищеблоки сразу по нескольким параметрам. Это наличие буфетной продукции, меню и его соответствии тому, что предлагается детям по факту. Санкциям подвергнутся и поставщики продуктов питания, в работе которых специалисты Росельхознадзора также нашли массу нарушений. Выяснилось, что в школе не ведется ведомость контроля за питанием. Они обязательно должны весь уголок менять, для того, чтобы родители могут быть информированы. Но на фоне негативных моментов есть и достижения, которые в идеале должны брать за образец нормы. Так, к примеру, анализ сливочного масла показал, что его в школьную столовую поставляют высокого качества. Специалисты Росельхознадзора считают, что участие представителей общественности в этом процессе позволяет сделать проверки еще более эффективными. Данные мероприятия проводятся постоянно или по обращению, соответственно, руководителей медицинских учреждений, детских садов. Соответственно, руководители жалуются на то, что данная продукция вызывает сомнение в качестве данной поставляемой продукции. Мы в рамках этих обращений или в рамках поручения правительства проводим проверки. В контроле общественников и надзорных органов, говорят организаторы рейда, это всего лишь маленький шаг в борьбе за вкусное и качественное питание школьников. Проверки продолжатся и в других школах республики. Зумруд Гамедова, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала.